Это самый проклятый подъезд в Барнауле. Каждый день его жители слышат в свой адрес пожелание смерти. Во всем винят женщину с третьего этажа, которая то бьет по батареям, то невыносимо кричит. Ублюдки, будьте вы прокляты, соседи. Там вот дословно не разберешь, она просто орет. И вот такая голова от нее потом. Вот она сейчас орет с балка. Не могут жители подъезда смириться и с запахами из квартиры, и с тараканами. По словам жильцов, женщина не убирает за домашними животными. Спустя время хозяйка все-таки открывает нам дверь. По ее словам, соседи наговаривают. Еще и дверь портят. А как вы думаете, почему вот так вот от соседей к вам относятся? А потому что боятся. Потому что я владею родовой силой. Я человек, который владеет силой, большой силой. И стоит мне пустить одну слезу, они неделю не будут жить. Это уже проверено. Соседи доиграются, говорит Валентина. Ведь по ее словам, пока проклинают здесь только ее. Стояла здесь защита у порога. Убрали защиту. Кто убрал? Я когда проснулась, я вижу пространство все темное. Абсолютно темное. Я начинаю убирать. Валентина живет одна с собакой и кошками. Почти никогда не выходит из дома. Врачи тогда приезжали, они вышли оттуда вот по зиме. Вышли оттуда вот так вот схватились. Здесь на этом, на милиционере, даже вот эта вот паутина с тараканами на шапке была зимой. Он вышел вот сюда вот и катался по снегу. Обращались в Роспотребнадзор с коллективной жалобой. Ну, они что? Они разослали в администрацию, в управляющую компанию, в санэпидстанцию. Теперь, значит, вот по животным. Ну, везде все отписки. Соцзащита вроде как обязали дочку, чтобы она приходила. Ну, я вот ее, например, не вижу. Сейчас регулярно вызывают полицию раз за три в неделю. Над ней вообще никто не живет, получается. Она вызывает полицию. Мне шумят, там, четыре месяца уже никто не живет. Ей какие-то каблучками там кто-то шумит. Я не знаю, у нее в голове уже что-то шумит. Доказательство того, что в 16-й квартире никто не живет. Вот последняя квитанция за сентябрь за свет. Ноль киловатт вообще. А кто там живет-то? Людка? Женька, ее муж присушенный, притянутый, с бабокосибирским, каковьем. В любом случае, в этом подъезде явно происходит какая-то чертовщина, на которую стоило бы уже обратить внимание контролирующим органам. И не для формальности. А мы продолжим следить за этой историей, если сами избавимся от проклятия. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, День с толком.